Всем доброе утро, девочки мои! Остался один день до моего дня рождения. Я сегодня буду приводить себя в порядок, себя любимую. Голову пора помыть уже. И как раз к моему дню рождения вот такой подарочек прибыл у меня. Видите, посылочка из ОЗО. Это уходовые средства для лица, для тела, для волос. Есть натуральные ингредиенты. И вот как раз посылочка пришла к моему дню рождения. Я как раз сегодня и собираюсь только посвятить время себе. Ну не только себе, еще кое-что буду делать. Но давайте распакуем вместе посылочку, посмотрим, что там. Я уже сегодня с самого утра решила начать день с себя. И вот как раз уже голову пора помыть. Видите, какая у меня укладка. В общем-то волосы, они в нормальном состоянии, но начинают кучерявиться уже, загогулины. Давайте мне уже не терпится распаковать эту посылочку, посмотреть, что же я там заказала. Вот я распаковала. И давайте посмотрим, что тут я заказала. Для волос я заказала шампунь очищение нормализации для жирных у корней и сухих на кончиках волос. Это как раз вот то, что мне нужно. На экстракте мяты и цветочной воде розмарина. Экологически чистые продукты. Вот это все на натуральных растениях сделано из натуральных продуктов. Так, шампунь. Ну и бальзам я тоже для волос заказала аналогичный, тоже для жирных у корней сухих на кончиках волос. Тоже на экстракте мяты и цветочной воде розмарина. Вот шампунь бальзам есть. Так, соляной скраб для тела. Апельсин. Давайте посмотрим состав. Соль морская, растительный глицерин, масло ши, масло какао, масло подсолнечника, лаурат сахарозы, воск авокадо, витамин Е, депантенол, минеральный пигмент, романтическая композиция. В общем, все натуральное, девочки. Все натуральное. Везде стоит знак эко. Скраб для лица, для зрелой кожи. Ну, там для разных типов кожи есть. В общем, я выбирала все это под себя, для себя. Вот так вот выглядит. А этот такой вот апельсин. Имеет апельсиновый цвет. Еще заказала спрей дезодорант для тела, чайное дерево. На основе минеральных кристаллов, квасов. Тоже вот решила попробовать такой дезодорант, спрей. И водичка для лица, натуральная цветочная вода, розы. Увлажняет кожу, натуральная цветочная водичка. Вот такая вот для лица. В общем, все очень экологичное. 100% натуральный продукт. Будем пробовать. Девочки, я поставила перед собой вот эти все баночки. И от них такой аромат исходит. Напоминает спа-салон. Вот такие натуральные вот эти вот все цветочные, какие-то приятные запахи. Я хочу сказать, я прочитала сейчас состав вот этих всех средств, состав и описание. И мне понравилось прям, знаете, не буду вас сильно утомлять вот этим всем. Но хочу хотя бы что-нибудь. Вот, например, шампунь. Шампунь, кондиционер. Да, вот, почитать, что тут написано. Цветочная вода розмарина и цветочная вода мяты способствуют росту волос и удалению перхоти. Укрепляет волосяные лукоицы, предотвращает облысение. Экстракт мяты полезен для ухода за жирной кожей головы. Снимает воспаление и помогает при жирной сибореи. Салициловая кислота улучшает проникновение активных компонентов в кожу головы, убивает бактерии, борется с избыточной жирностью кожи. Молочная кислота нормализует работу сальных желез. Масло виноградных косточек питает сухие кончики волос. Алюмокалевые квасы обладают вяжущими и антисептическими свойствами. Вот то, что написано с обратной стороны, вот мелкими буквами, тут написано описание, из чего это сделано, состав и в общем способ применения. Я начну, наверное, все-таки с краб для лица, потому что пока я тут сижу и хочу уже начать. Хочу уже начать, хочу уже попробовать что-то. Давайте попробуем скраб для лица. Вскроем хоть что-нибудь и посмотрим, что там у нас внутри. Очень-очень интересно. Так, открываем скрабик. Здесь такая вот пленочка. Открываем пленочку. Ну, запах натуральных таких ингредиентов. Я такой запах не могу описать, мне трудно его описать, не знаю, как вам его сказать. Там написано, что нужно на увлажненную кожу. Поэтому я сейчас попробую спрейчиком вот этим увлажниться. Чуть-чуть. Тоже запах такой приятный, натуральный. Вот. Ну, попробуем скрабик нанести. Вообще, лучше это делать над умывальником, потому что будет усыпаться немножко. Пойду я, девочки, к умывальнику, сделаю эту процедуру, потом вернусь к вам и скажу, что к чему. Ой, девочки, такое приятное вообще ощущение, как будто я в спа-салоне побывала. Я никаким кремом не намазывалась еще пока. Но такое, ой, кожа такая мягкая, нежная, чистая. И прям такое желание сразу вот этой вот водичкой попшикаться. Ой. Пахнет. Ой, я уже балдею. Честно говоря, прям даже в спа-салон, если вырваться нету времени, то вот этот, как раз таки, вот я подумала, такой набор себе хороший выбрала, именно, который заменяет прямо полностью спа-салон. Волосы, лицо и тело. Все, что нужно для этого, я как раз таки и заказала. Так, девочки, ну а сейчас я хочу пойти помыть голову, помыть скрабом тело. Что еще тут я не сделала. А, и вот дезодорант спрей еще в конце у меня. Все, все есть, весь набор. Пойду я этот весь уход сделаю, потом вернусь к вам, и мы продолжим наше видео, наш влог, и что мы будем делать дальше сегодня. Кого заинтересовала эта продукция, если вы хотите узнать что-то более подробное, какие еще есть там средства, в этом интернет-магазине, я ссылочку на этот сайт оставлю в описании внизу. Заходите, проходите по ссылочке. Там помимо ухода за волосами, за лицом, за телом, есть еще средства для детей. Заходите, посмотрите, обязательно что-нибудь интересное для себя подберете. И, кстати, цены недорогие. Ну, для меня, кажется, они недорогими, более-менее лояльными. И заодно там ознакомитесь с ценами. Ну что, девочки мои, вот я к вам и вернулась. Сделала полный уход за собой. Вообще, мне все понравилось. Шампунь размыливается с первого раза, очень хорошо пенится. Приятные такие ароматы. У меня до сих пор вот здесь в комнате стоят такие приятные ароматы, вот эти вот спа-салона. В общем, все мне понравилось, я всем довольна. Хороший подарочек я себе сделала, я себе угодила. Теперь я как новая копеечка. Можно теперь день рождения отмечать, хоть сегодня. Но сегодня у нас обычный день, день рождения будет завтра. Поэтому сегодня я что буду делать, еще пока не знаю. Пока в раздумьях. Ну, мне нужно покушать, приготовить. Котлетки я хотела сделать. И что еще? Сейчас с дочкой поговорю, позвоню. Узнаю, что она сегодня делает, что на завтра у нас. В общем, потом я к вам вернусь и с вами поделюсь. Девочки, что у нас делается на улице? Вообще, какой-то кошмар. Ну, идет снежок, но он тут же тает. В общем, небольшой плюс у нас температура. И вот так вот пасмурно, сыро и холодно. В общем, зябко на улице. Ну, что делать? Конец марта, бывает и снег. Так, ну что, девочки, я позавтракала, решила котлетки сделать. У меня половина, полкило фарша говяжьего, полкило свиного. Фарш этот я не делала сама. Я его вчера в магазине купила. Нету времени заниматься фаршем. Я беру луковицу, сейчас вот так разрежу ее. И смельчу в измельчителе. Это тоже туда. Парочку зубочков чеснока туда. Все. Так, все измельчили. И выкладываем. Так, соль добавим. Перчик. Яйцо. Так, ну и немножко хлебушка еще. Немножко хлебушка вымочила и туда хлебушек. Все. Теперь я как следует все это перемешаю. И будем жарить. Хочу жареные. Думала сделать на пару. А потом решила, что на пару они почему-то суховатые получаются. А когда жаришь, тогда сочные. Ну, с другой стороны, я не столько боюсь лишнего жира употреблять. Сколько я все-таки решила, надо уменьшить углеводы. Потому что углеводы действительно, от них поправляешься. Ну, жир надо тоже иногда употреблять. Это я уже наслушалась там одного врача. И вот такие выводы сделала. Котлеты буду я кушать без гарнира. На гарнир у меня будет салат овощной. Угурчики, помидорчики, зелень. Все. Разные овощи. Капуста пекинская. Все. Немножко у меня постоит сейчас и буду жарить. Все. Котлеточки мои жарятся. Вот сколько получилось. Еще 7 штук. Я вспомнила, что у меня есть вот такой экран, девочки. Когда брызгается, можно вот так вот накрыть. Не будет сильно брызгаться. Так. Котлетки мои готовы. Все. Одно я дело сделала. Теперь приступим к следующему. Ну что, девочки мои, обед мой готов. Обедать я пока не хочу. Потому что я не так давно завтракала. Овсянку поела на завтрак, как обычно. И, в общем-то, мне надолго потом хватает. Есть пока не хочу. Залезла я сейчас в свой гардероб. Думаю, посмотрю-ка я, что у меня там из вещей такое, чтобы завтра мне одеть, ну, погулять в торговом центре с дочкой. И что я вам хочу сказать. У меня на самом деле очень много вещей домашних. Ну, я вообще человек домашний, да. И у меня много вещей таких вот на повседневку. Для дома, для спортзала, там в магазин сходить, к дочке съездить. Ну, в общем, такие вот. На выход я вот просто вспомнила, что у меня все вещи, которые я покупала на выход, они у меня вот как одноразовый вариант. Вот я один раз одела, потом оно годами у меня висит. И потом я это все отдаю. И думала я вообще сегодня съездить там на Тимирник. Там вещевой рынок у нас есть. Но такая погода. Сегодня целый день идет дождь со снегом. И, в общем, еще два дня это будет погода продолжаться. Холодно. На рынке нужно будет там мерить. Это все, ну, не время. Когда потеплеет, тогда я и поеду на рынок. Вот. И сейчас я решила, думаю, схожу-ка. Я сейчас у нас тут рядом с домом. Во-первых, есть секонд-хенд. Хочу посмотреть. Может быть, там что-нибудь интересненькое будет. И есть у нас дешевый универмаг. Там полно вещей всяких хороших. Ну, может быть, что-нибудь подберу там для себя. В общем, пойдемте погуляем. Сейчас по вещевым магазинам. Пойдемте посмотрим, что там интересного есть. Я сейчас, слава богу, свободная. И у меня есть время как раз спокойно погулять по магазинам. Вроде бы вечер сегодня у меня свободный. Почему говорю вечер свободный мне нужен? Потому что я устану, пока я там похожу, намотаю круги на ноги. И потом уже я домой приползую. Мне нужно будет уже, конечно, отлежаться. Потому что и ноги, и спина все будет, конечно, у меня болеть. Вот, поэтому я сегодня вот так вот и запланировала, что если что, я сегодня пройдусь по магазинам, посмотрю что-нибудь себе. Ну, а так, на всякий случай, я, конечно, у себя нашла, что одеть. Но думаю, может быть, что-нибудь новенькое будет, интересненькое. Посмотрим. Вышла на улицу, девочки. Дождик миленький-миленький сейчас капает. Ну и хорошо. Не захотела я зонтик брать, таскаться с ним. Сейчас быстренько перебегу. Идти недалеко. Капюшон я накинула и все. Надеюсь, не промокну. Девочки, зашла я все-таки в универмаг. Здесь огромный все-таки выбор. И много есть разных размеров. Померила я 34 размер джинсы. А они у меня дома, оказывается, 34, они мне малы. В общем, нашла я себе, вернее, 33 мне малы. Померила 34, 36. В общем, выбрала. За 34 размер мне нормально, комфортно сидят. Так, ну и сейчас я хочу пойти еще по блузочкам. Тут много еще всяких разных блузочек. Полно, полно, полно. И вот посмотрю. Может быть, найду что-нибудь интересненькое такое. Сумок тоже полно. Может, сумку. Посмотрим. Здесь так все недорого. И может быть, я себе что-нибудь найду. Девочки, так много тут вещей всяких разных. Ну вот, я не знаю. Хочется подобрать. Во-первых, первое дело, это по цвету, чтобы мне подошло. Вот вроде бы такой веселенький цвет. Вот стоит всего 799 рублей. Такая девочка прикольная. Ну, не знаю. Но она тонкая, это хорошо. Но то, что с длинным рукавом, я не знаю. Мне кажется, наверное, не хочется мне с длинным рукавом. Ну, очень много, конечно, красок. Не очень ярких, хотя и яркие есть вещи. Но теплую не хочу. Я даже не знаю, какая мне подойдет. Очень трудно, конечно, самой себе определить. Прошла я блузочки, дошла до футболочек. Девочки, смотрите, какой прикол. Видите, как оно там сделано. Тут бусинка. И смотрится очень интересно. Мне нравится вообще. А вот прикольно, да, сделали. Молодцы. Фантазия работает. Смотрю, среди футболок. Вообще тут, конечно, разные. Начиная от тона разных желтых цветов. Розовых, голубые, всякие. И с пайетками, и со всякими красивыми штучками. Сейчас смотрю здесь. О, сколько часов. Сумок всяких разных. Все, девочки. Пошла я там отдел детской одежды. Там далеко-далеко и обувь есть, и все есть. На втором этаже мужская одежда, постельная, белье, текстиль и посуда. Техника бытовая мелкая тоже есть. Так, ну, кое-что я себе купила. Идем на выход. В общем, девочки, пришла я с магазина. Выбрала себе джинсы. Долго выбирала, мерила разные размеры. Вот мне сейчас подходит размер 34. Идеально она мне сидит. Все отлично. Расцветка подошла, понравилась. Ну, сзади они вот такие, как обычные джинсики. Они тянутся, стречевые. То, что мне нужно. И посадка высокая, хорошая посадка. Бирочку я уже сняла, чтобы хорошенько дома померить. Стоит 1089 рублей. Недорого. Еще, девочки, хотела давно себе купить новый бюстгальтер. Потому что мне уже маловат предыдущий. В общем, подошел мне 95 размер, 95D. Стоит 349 рублей. Ну, цвет вот только такой был. Других цветов мне не нашлось. Именно вот этого моего размера. Ну, хорошая, в общем-то, цена. И близко к бежевому, нейтральный цвет. К моим многим блузкам это дело подходит. Я довольна. Я очень проголодалась и решила покушать. Девочки, я вчера делала крошку. Я не стала вчера ничего вообще снимать. Ну, вот я добавляю сюда тан, сметану. Ну, а там в равных пропорциях редиска, огурчики, колбаска и вареные яйца, картошка и зелень. И все. Вот эту вкуснятину я вчера ела и на обед, и на ужин с удовольствием. И вот у меня еще осталось. Сейчас я прям поем с удовольствием. И котлетки. А салатик я нарежу. Ведь на ужин себе с котлетами поем. Сейчас нету сил уже ничего врезать. Ой, моя крошечка любимая. Ой, вкусненькая какая. Девочки, не представляете себе. Ммм, просто балдеж. Я, кстати, еще увидела, на улице продают у нас уже щавель. Так что можно будет уже покупать щавель и варить зеленый борщ. Спина опять разболелась. Ну, что вот мне с ней делать? Я не знаю с этой спиной. Я вообще-то сколько? Три часа меня дома не было. В общем, три часа на ногах я вот это вот ходила-ходила. Ну, помимо джинсов и вот этого нижнего белья, я еще хотела какую-нибудь блузочку интересную подобрать. Я выбрала там 8 штук блузок симпатичных. И перемерила их все. В основном малы. Те, которые не малы. То ли расцветка как-то не так смотрится. То ли сидит на мне как-то не так. В общем, пришла домой с джинсами. Тут померила кое-какие блузки. Нашла несколько вариантов есть. Вот. Ну, дочка завтра приедет ко мне. И мы с ней выберем, что одеть мне сверху. В общем, я в целом довольна. Купила то, что хотела. По крайней мере, джинсы новые купила. Старые уже тугие мне. Они-то сходятся, но давят. Туговато здесь в поясе. Растолстела я. Взяла как раз на размер больше и нормально все сидит. Так что я рада. Я рада. Все хорошо. Ну, а сейчас я покушаю и буду отдыхать. Ну, а в общем и в целом у меня на сегодня больше дел никаких нет. Я все уже сделала. Хотела, девочки, в магазине побольше вам поснимать. Ну, во-первых, там постоянно крутится музыка. А музыка не должна попадать мне в видео. Ну, чтобы не было демонетизации. Вот. Это во-первых. Во-вторых, очень жарко. Я и так очень много времени пробыла там. Пока вот это все одевала, снимала, одевала, снимала 50 раз. И, в общем-то, я и устала, и, в общем-то, запарилась уже. И мне уже хотелось быстрее оттуда отекать. Поэтому я много не сняла там, не смогла. Ну, до лучших времен. Вот. Сейчас я покушаю и лягу отдыхать. Но мне еще нужно будет сегодня смонтировать это видео. Потому что завтра у меня на это времени не будет. Видео, может быть, там получилось коротеньким. Но ничего страшного. Главное, что оно выйдет. И все. И вы его увидите. Вот. Все, девочки мои хорошие. Я на этом видео свое заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok